Предлагаю начать с темы, которая всегда находится в центре внимания. Это строительство и ремонт дорог. На сегодняшний день кампания завершена. Вот как вы оцениваете кампанию по дорогам 2018 года, именно ремонт и строительство? Завершается кампания у нас. Ну, я хотел бы еще раз напомнить вначале про наше хозяйство, которое расположено на территории Томской области. В целом у нас более 11 тысяч километров дорог. Из них всего лишь 35 километров – это федеральные трассы. Чуть больше 4 тысяч – это областные. И практически 7 тысяч – это муниципальные дороги. Ну, мы прекрасно понимаем, дороги очень сильно влияют на развитие экономики области. Ну и, конечно же, от качества дорог зависит наше комфортное проживание на территории Томской области. Этот год у нас также интенсивно мы проводим капитальные ремонты. Ну, я считаю, положительно мы отработали в этом году как и по срокам, так и по качеству работ. В этом году мы смогли отремонтировать 220 километров дорог, потратив на это более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Но вот уже третий год действует такая губернаторская программа под названием «Дороги». И, насколько мне известно, Стрижевой вот уже второй год подряд в лидерах. Что такого делают в Стрижевом интересного, что они лидируют? И, в общем, итоги реализации программы каковы? Ну, вы правильно сказали, что третий год губернатор, три года назад губернатор такую инициативу в Думу внес, депутаты поддержали. И у нас три года подряд мы из областного бюджета именно на муниципальной дороге выделяем 500 миллионов рублей. Значит, распределение идет по определенной методике до каждого муниципалитета. И в рамках этой программы, вот здесь хотел бы сакцентировать внимание для всех жителей Томской области, что губернатор однозначно поставил задачу для глав, ну и жители должны знать, что мы выделяем деньги и потом контролируем, понятно, качество. А где, какие дороги, какие участки дорог должны определять жители, инициативные группы, депутаты под, понятно, руководством администрации тех или иных районов и городов. Поэтому на местном уровне принимаются такие решения. Ну, понятно, акцент это доступность, чтобы у нас дороги были хорошие к социальным объектам, школам, детским садам, больницам и так далее. Но вот приоритет именно, где какие дороги ремонтируются, это вот местный уровень и совместно с общественностью. Значит, в этом году также 500 миллионов было выделено. Мы за эти деньги смогли отремонтировать 93 километра дорог и чуть больше 7 километров пешеходных тротуаров. Ну, как вы правильно сказали, в лидерах у нас город Стрижевой, Парабельский, Киргасовский район. Ну, Стрижевой у нас в лидерах не только в этом году и в прошлом. Он в прошлом году за то, что хорошо отработал, в этом году практически в два раза больше и получил. Потому что методика ориентирована на то, на результат. Если хорошо работаешь в этом году, на следующий год получишь больше. Значит, ну, также хорошо отработал и Асиновский район, Верхникетский. Хотел бы поблагодарить глав и команды Кожевниковский район за их организацию работы. Ну, в отстающих у нас город Северск по этой программе и Зырянский район. Ну, там остались работы такие, которые не связаны с асфальтированием. Поэтому я надеюсь, что они в октябре месяце эти работы завершат. Ну, если нет, мы у них эти деньги заберем. Ну, и в следующем году меньше получится. Да, однозначно. Значит, и у нас очень сильно в плохую сторону отличился Кривошенский район в этом году. Значит, у нас есть определенный график, где они должны на каждом этапе отчитываться, что сделано. И по результатам каждого этапа, ну, принимается решение, дальше они работают или нет. Вот Кривошенский район, именно поселение Кривошенское вовремя не объявили конкурс. Затянули, там есть определенные причины, но это вопрос местного самоуправления. Поэтому было принято решение вот в этом году еще перераспределить внутри района. На следующий год, если такое произойдет, то деньги будем изымать полностью с района и перераспределять на другие районы лидера.